Авоз и ныне там, в Ленинском районе, на улице Зыбина, 14, это развивающийся микрорайон Солнечный 2. Одна из компаний уже 7 лет строит многоподъездный дом. Собственники почти каждый месяц встречаются с застройщиком, и каждый раз он кормит их обещаниями, что вот-вот приступят к работам. Однако на возведение многоэтажек дело встало. Когда собственники все-таки смогут справить новоселье, попытался узнать Станислав Жижин. Я купил квартиру в вашем доме на Зыбина, 14. Хотел бы узнать, когда она будет сдать нашего дома? В мае. В мае месяц? Да. Эта съемка производилась в марте текущего года, когда владельцы квартир в недостроенном доме по улице Зыбина, 14, встретились на очередном собрании. И так уже на протяжении пяти лет, с 2008 года, у собственников к застройщику немало вопросов. Главное, когда будет сдан их дом. Каждый год и даже месяц одни обещания. На том собрании директор компании «Стройинтерсервис» пообещал, в июне вопрос снимет. Нас потянул немножко вот этот дом, куда мы это сам. Сейчас мы вот этот дом хотим передать другую организацию, всю сюда вложить и закончить этот дом. А если вы просто не сдадите, то он не может, не сдастся в этом году. Какие сроки у вас сдачи дом? Примерно хотя бы. Я планирую июнем его сдать. С тех пор, как говорится, ни коня, ни воза. Нет, ВОЗ с песком приезжал, высыпал во дворе кучу песка, которую потом разровняли. Дольщики говорят, это пыль в глаза, точнее в объектив телекамеры. Если зайти в любую из квартир, картина совершенно иная. Вот квартира уже надеялась начать ремонт. И с начала этого года, потом с начала лета. От этого дверного проема по плану начинается трехкомнатная квартира Алексея. Дольщик говорит, уже давно собирался затеять ремонт. Но вместо того, чтобы обустраивать жилье, вынужден, как и все, постоянно приходить на собрания и выслушивать сказки от директора строительной компании. Речь в него поставлена хорошо. То есть постоянно, вот вы видите, к нашему сегодняшнему собранию он тоже подготовился, ему есть что сказать и даже кое-что такого показать. Но кардинально ничего не меняется. Было собрание, вот недавние мы собирались, многие так по времени, видимо, получились, там с детьми приезжали. Много молодых семей я видел. То есть люди надеются, ждут. И я представляю, как им тяжело. В этот раз директор строительной компании снова встретился с дольщиками. Опять ответил на вопросы и надавал кучу обещаний, которым уже никто не верит. Он сказал в этом году. Но хотя он уже нам обещает, и в июне обещал сдать дом. И вот в августе, в этом месяце он обещал нам сдать дом. И теперь конец года. Не знаю. Мы уже не верим ему, что он действительно сдаст. Ответить на наши вопросы руководитель строительной компании тоже не захотел. Говорит, кому надо, уже все сказал. Вы нам на пару вопросов скажите. Нет, я вас не приглашал. Нет, а почему? Ну я вас не приглашал. А вы на прошлом собрании сказали, что вы июне сдадите. Я вас не приглашал. Ну вы говорили, что вы июне сдадите. Вы же говорили, что вы июне сдадите дом. Нам на камеру говорили. Правда, жителям он пообещал, что выложит план и график работ на сайте Однако и в марте он обещал, что через месяц собственники увидят совсем иную картину И они действительно увидели, теперь на стройке работают не 8 рабочих, как раньше, а всего трое или четверо Станислав Жижин, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов